Тарифы на электроэнергию можно будет корректировать в срочном порядке, а не через полгода, как это предусматривает действующее законодательство. Соответствующее решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям. Но преследует цель сократить большие расхождения между закупочными ценами и тарифами для населения. Эксперт Виктор Парликов по нашей просьбе прокомментировал ситуацию и предположил, что за этим последует. Теперь граждане задаются вопросом, когда и на сколько повысят тариф на свет в следующий раз. Утвержденный на комиссии ПУЧС документ предусматривает, что изменение текущих цен может быть произведено в экстренном порядке только в случае наличия объективных причин, как то изменение закупочных цен на электроэнергию, колебания курса национальной валюты и принятие нормативных актов, влияющих на затраты на поставку. По мнению эксперта в области энергетики Виктора Парликова, это регулирование было необходимо из-за нестабильной ситуации на энергетическом рынке. Сейчас мы живем в мире, где цены на электроэнергию гораздо менее предсказуемы, нежели раньше. Соответственно, чтобы избежать искажения рынка и чтобы позволить реагировать быстро, дабы исполнять обязательства перед потребителями, НРЭС может реагировать быстрее и сейчас перспективнее при необходимости пересмотра тарифов. Решение НКЧС предусматривает, что НРЭС должно будет оперативно рассматривать просьбы поставщиков об изменении тарифов только в том случае, если отклонение между закупочными ценами на электроэнергию и тарифами превысит 1%. А поскольку рынок электроэнергии в последнее время очень нестабилен, говорит эксперт, можно ожидать довольно частых изменений тарифов. Конечно, это может означать, что тарифы будут реагировать намного быстрее на изменения цен, как на повышение, так и на понижение. На данный момент мы ожидаем повышения цен, но, возможно, это будет означать и понижение цен, когда с Божьей помощью у нас будет контракт по поставке по ценам намного лучше, будь то из Румынии или же из другого источника. Ситуация на рынке электроэнергии еще больше обострилась после выхода из строя генератора термоэлектрики. И если вчера вице-премьер Спыну заявлял, что это не влияет на количество вырабатываемого предприятием электричества, то эксперты говорят, что ощущаться это будет с установлением холодов. А это значит, что Молдове придется покупать больше электроэнергии. В предыдущий раз свет в Молдове дорожал в начале этого месяца. Сейчас потребители в центре и на юге страны платят 4,77 банов за киловатт-час, а на севере 4,81.